всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня как я и обещала сделаю расклад на одну позицию будет очень много вопросов поэтому расклад будет большой много вопросов потому что я хочу углубиться в данную тему конкретно меня лично меня есть так можно сказать данная тема не напрямую не касается но она мне показалось очень интересно потому что с таким запросам я сталкиваюсь достаточно часто в комментариях то есть на индивидуальную консультацию люди не приходят с таким запросам но в комментариях я вижу значит у меня здесь две колодки даже тонна темного света и колода небо и земля я обе их приготовила по причине того что вдруг мне не будет хватать карт подстрахуюсь работать буду на тару темного света но вот на всякий случай приготовила колоду небо и земля значит расклад расклад предложила марина марина мой давний подписчик еще по-моему со времен когда я делала пятничные акции и знаете я последнее время наблюдаю за то что затем скорее всего что стали возвращаться мои старые старые подписчики те которые были прямо вот у истоков моего канала самом начале прям вот года три назад вот в какой-то момент они выросли до отписались и вот сейчас заново возвращаются видимо мой рост их снова привлекает тут почему-то такая мысль пришла не знаю тема тема называется почему не могу найти себя ни в одной из профессий такое бывает очень часто еще даже когда я работала коучем я слышал об этом о том что знаете вот пробуя это это вроде бы захватывает причем это не только с профессия мне кажется это вообще это свойственно королям мечей когда их внимание перехватывает что-то другое потому что все знаете такое достаточно интересное манящее до привлекательно и вроде бы начиная что-то одно изучается особенно те кто начинает изучать таров понимает что в процессе таро это некая такая система микс многих наук понимает что там есть и нумерология очень часто уходит в нумерологию потом идут ара нумерологии потом астрологии потом в процессе находит еще что-то интересное вот и таким образом знаете люди перепрыгивают с точки зрения таро это перевернутый аркан мира если кому интересно его теневой аспект он именно так выражается что будем смотреть в принципе сразу скажу что если это на одну позицию расклад я не буду повторяться знаете я вот с одной стороны я понимаю что нужно как можно чаще рассказывать какие-то вещи во вступлениях в раскладах почему потому что есть и новые люди которые со мной не знакомы и не понимают еще не хорошо адаптируется вот в нашем с вами пространстве и многие моменты им непонятны для таких людей конечно же хорошо было прояснять касательно позиции как их выбираешь нужна ли одна позиция либо нескольких вот но с другой стороны для меня это утомительно и для тех зрителей которые со мной уже давно ну типа мы так знаем давай переходи к сути не знаю почему то наверное я так поступаю всегда да поэтому как говорится по себе людей не мелем но вот я всегда попадаю в эту ловушку вот одна позиция одна позиция немного вопросов это забирает очень много энергии и если я буду делать такие расклады на два на три варианта вот более укороченном формате как кто-то может например предложить это будет очень очень большой объем вы долго загружаться с одной стороны а с другой стороны я выдохнусь просто ну я я я не вытяну энергетически вот погружаться потом опять себя собирать и снова погружаться поэтому я с другой стороны почему я такое делаю потому что ну хочется все-таки копнуть глубину до вскрыть эту глубину потому что не так много на самом деле на моем канале раскладов когда я получаю внутреннее удовлетворение что вот да я копнула здесь я могла найти для вас это может казаться конечно же глубоко но знаю свои способности не так много таких раскладов где я вот прям вот получил удовлетворение то что я докопалась до корня я докопалась до сути вот и но мне все равно хочется такое делать да потому что как говорится это мой рост и мое удовлетворение да то что я то чем я занимаюсь ладно приступим 14 вопросов пристегнитесь наливайте себе чего-нибудь такого горяченького приятненького в такое время года и мы приступим значит почему я не могу найти себя не в одной из профессии я наверное вот так вот выложу определенное количество что чуть последнее время мне очень нравится так работать и знаете вот как хочет сказать не в попад на в разнобор вытягивать карты создать такое некое поле 14 вопросов значит как минимум это будет 14 карты дополнительно я их буду вытаскивать значит 2 4 6 8 10 12 о 14 вытащил 2 4 6 8 10 12 13 и вот 15 вот прям 15 мне нравится и будем дотягивать значит мы с вами сейчас создаем для тех кто спрашивает наверное надо будет записать в рубрике оторопростым языком как вообще работает это поле потому что вопрос был задан и почему подходит как ко всем не ко всем хотя люди разные то есть что происходит объяснить эту систему как это работает наверное отдельный ролик запишу что на данный момент происходит в рабочей деятельности помню что не обязательно чтобы рассказ совпадал на сто процентов может быть какие-то моменты до будут совпадать нам важна информация а вам важны триггеры то что вас цепляют вот то что вы услышите то что вас эмоционально зацепит какое-то слово да тот пост о котором я говорила про триггер это то что есть вас то что вам необходимо проработать пускай вам даже не сама тематика интересно но какой-то момент он всплывет вот то что вас зацепит с этим вам нужны работать это вам нужно будет разматывать раскручивать что на данный момент происходит в рабочей деятельности двойка кубков ну смотрите на данный момент я не вижу чтобы было какие-то проблемы двойка кубков вообще очень достаточно гармоничная карта но здесь мне идет знаете гармония какая-то такая вот больше по аркана умеренности когда это приносит не движение какое-то удовлетворение а здесь скорее всего это приносит какой-то вот некий застой хотя изначально двойка кубков это одна из позитивных карта 2 здесь меня укачивает голова кружится вот на данный момент не происходит никакого развития такое ощущение что вот как будто бы это перевернутая какая-то карта перевернутая арка аркана вроде бы знаете все хорошо но что-то не то что-то не так что-то не удовлетворяет и здесь вопрос даже знаете не финансов а здесь вопрос связан как-то с вашим внутренним состоянием внуш вашим внутренним настроем здесь проходит у меня какая-то вот знаете некая раздраженность некое такое присущение то есть если вас спросить а что именно вас конкретно не удовлетворяет а такие вопросы у нас будет в раскладе вы как будто бы не сможете четко сказать определить что мне не нравится вот что то есть даже не в работе здесь вопрос а вот вас что-то такое что не совсем вас удовлетворяет давайте я уточню аркан солнца вот показывает мне карты понимаете что вот у вас все хорошо но это видимость потому что я ощущаю абсолютно иную энергетику я ощущаю энергию какого-то неудовлетворения знаете это вот когда не спокойно на душе двойка кубков говорит о гармонии двух сил полярности принимающие и отдающие да когда все сбалансировано когда я в равной степени то что отдают то и получаю и это по сути вот приводит меня к балансу и к удовлетворению до к любви как таковой вот но здесь вот все равно какие-то переживания волнения здесь происходит на самом деле становление вас это знаете ощущение того что при видимом удовлетворение при видимом при видимой стабильности ваше внутреннее неудовлетворение поэтому я сказала то есть внешне да здесь и девятка педагли то есть карта достаточно позитивная финансовом аспекте аркан солнце тоже позитивно то есть деньгами по идее здесь должно быть все окей то есть я не могу сказать что вас на работе там не платят зарплату либо если вы работаете на себя да что нет клиентов либо еще что то нет здесь либо ваше окружение это люди такие яркие стабильные зарабатывающие деньги стоящие плотно на ногах то есть по сути вот три карты и три позитивные но я эту энергетику не чувствую я не чувствую здесь чего-то такого позитивного повторюсь еще расскажу внутреннее неудовлетворение внутреннее не спокойствие какие-то вот переживания без каких-либо причин вот на душе не спокойно бывает иногда такое вот как знаете предчувствие мы еще говорим да вот что-то вот что-то не так я не могу понять что но что-то не так вот здесь вот такая энергия хотя в принципе внешне да если на вас посмотреть со стороны то все хорошо то все окей проблемно жаловаться не на что еще иначе города грех грех жаловаться то что ты ноешь но вы понимаете что вот что-то вас беспокоит что-то не удовлетворяет и вот как раз ки второй вопрос нам это показывает то есть вашего удовлетворения от выполнения работы до удовлетворенность от ее выполнения ну вот вот как краски семерка мечей выплат я и говорю то есть на работе может быть к работа сама как таковая все окей а вот удовлетворенности нет есть какая-то хитрость семерка мечей здесь говорит о хитрости но хитрый знаете в чем заключается в каком-то вот самообмане сейчас как бы вам это рассказать то это знаете когда вы без видимых на то каких-то причин начиная знаете вот бывает так ну например в парах да я приведу пример когда мужчина много например работает и приходит поздно вечером да то есть раньше допустим он приходил в 5 а это он стал значит 8 где-то задерживается где-то там я не знаю вызывают его на работу как-то неожиданно и вот возникает такое какое-то знаете вот на пустом месте да что подозрение а вдруг там изменяет а вдруг там еще что-то вот вы начинаете как будто об это проверять и действительно подтверждается что не человек работает да вот но почему-то вот какое-то знаете вот накручивание да здесь вот какое-то накручивание у вас голове что здесь да я поняла здесь вот это вот как раз и ощущение в тему нашего расклада о том что а может быть я занимаюсь не своим делом а может быть это не моя работа а может быть мне это не нужно то есть здесь вот какое-то накручивание идет да вот король мечей то что я и говорила да вот ощущение того что очень много думаете знаете это еще иногда бывает так когда а времени много до либо работа на которой вы работаете а ну работаете руками как будто бы на автомате да а голова свободны то есть вы не задействуете мыслительные какие-то процессы и вот это время надо как-то себя занять вот начинается как-то думать думать о чем-то то есть здесь как будто бы ищите и копаете там где вообще этого делать не нужно поэтому удовлетворенность от выполнения работы нет вас не устраивает ваш что-то не устраивает как-то накручивать а что именно вас не устраивает императрица знаете вас не устраивает как раз таки вот это вот состояние внутреннего внутренней гармонии нету да нет вот это вот ощущение что я как будто бы реализуюсь есть наоборот ощущение что вот я не на своем месте то что мы и говорим в теме расклада что ну как будто бы я не тем занимаюсь здесь мне знаете что идет какой самообман что есть некий такой эталон который вы себе придумали и вы как будто бы стараетесь либо себя запихать в него либо дотянуться до него и то и другое у вас не получается то есть это это именно обман да это именно ваш обман самого себя когда вы придумаете знаете вот у меня есть миссия да то есть я не не должен работать там я не знаю дворником либо секретарем у меня миссия там я не знаю и вот вы начинаете копать искать это вот а а миссия так таковой у вас то и нет то есть миссия просто жить и получать удовольствие не важно чего там спасая мир будете получать удовольствие либо работать секретарем либо почтальоном суть не в этом то есть такое ощущение что вы не туда смотрите на не не то ищите не там ищите поэтому удовлетворенности нет чего вам не хватает ну давайте посмотрим чего вам не хватает император да ну вот вам не хватает такой знаете больше уверенности я бы сказала определенности вам не хватает стабильности и понимание того что вы ответственно за свою жизнь и вот здесь вот я начну углубляться больше знаете в психологии что на самом-то деле с точки зрения развития души и абсолютно все равно каким делом вы будете заниматься главное получать опыт потому что в теле то мы и рождаемся для того чтобы получить именно опыт полярности вещей для того чтобы довести нашу душу до совершенства и вот здесь вот какой-то знаете стабильности иногда хочется сказать не хватает то есть вы как будто бы не доводите дело до конца то что я говорила ранее про короля мечей на король мечей вот он все время перескакивает потому что его внимание все время цепляет что-то другое это вот как этот сказать бич нашего времени особенно у детей нового времени у них нету вот этого навыка концентрации долгое время вообще наш может не может концентрироваться и это надо вырабатывать в себе да вот как раз таки медитации помогают умение концентрироваться долгое время на чем-то одно а здесь вообще вся технология нового времени касательно интернета построена на то чтобы перехватить внимание перехватить и удержать его на этом построены вот новые сериалы да там в нетфликсе кто где смотрит и для то есть все время ухватить поэтому бывает так что сидишь и вот уже спать парад и вроде бы одну серию сяду посмотри да уже посмотрел пять шесть восемь уже и рассвета все никак не слышь вот это вот и есть да когда перехватывает внимание и удерживает это задача краски интернета а вот здесь вот вам как не хватает вот этой вот стабильности доводить дело до конца почему потому что что-то новое захватывающее здесь я бы сказала знаете проблемы скорее всего в конструкции вашего ума что вот как сигнификатор мне кажется он больше вам бы сейчас здесь подходил король мечей независимо того вы женщина или мужчина на человек которому все интересно везде хочется попробовать способности вы ощущаете и силы что у вас есть но вот доводить дело до конца вы как будто бы не можете не потому что у вас нет этой способности а потому что все время что-то новое появляется и вам все время хочется знаете вот вы перепрыгиваете а из-за того что вы не доводите дело до конца вы не видите и результат это знаете вот как притча была прорезда то есть посеяли рис до появились первые вот ростки и зеленые не я помню там в притче тот который сажал всегда спрашивал своего мастера пришло время собирать рисунка подожди мы только полили вот только несколько дней пришло пришло время собирать рис да подожди только ростки проросли вот пришло время вот вы что-то такое вот когда то есть вы не не видите результата своего труда потому что торопитесь да нету стабильности нету постоянства для того чтобы доводить дело до конца потому что внимание опять таки перехватывается на что-то другое вот если бы вы увидели результата своей ей работы вы бы тогда но учились наслаждаться этим результатом на то есть здесь как будто бы постоянства не хватает вот как раз таки по императору да что вам не хватает так это вот стабильности постоянства доводить дело до конца завершенности вот вот этого момента вам не хватает что не устраивает на текущем месте работы вот вот это вот смотрите как карты до говорят четверка пендакли здесь у нас был император то что вам не хватает а что вас не устраивает четверка педакли так вот вот вам не хватает стабильности и вас эта стабильность не устраивает здесь как раз таки напрямую карты говорят что не хватает что вам кажется что вот на том месте где вы находитесь там нету развития еще расскажу здесь вопрос не в развитии по карьерной лестнице да вот куда-то развитие она всегда внутренние а внешне это просто проявление вашего ваших внутренних изменений то есть если у вас есть ощущение что вы на работе на данной работе никак не развиваетесь да безусловно ваш выбор вы можете уйти но это точно так же как и в отношениях да то есть пока вы не поменяете свое отношение к другому человеку куда бы вы ни пошли это отношение как навык умения она у вас остается но здесь вот то же самое да вы безусловно поэтому прыгаете вы можете уйти на другую работу но там когда дать достигнете каких-то определенных такие более успехов даст как этих нестандартных дойдете до какого-то вот этапа да у вас опять таки будет появляться вот это вот ощущение да что здесь уже все я упираюсь причем самое интересное что если у вас есть этот сценарий вы ее работу будете выбирать себе такую где нету развития почему потому что ваш урок как раз таки внутри себя понять что развитие она не внешне она внутренне что тогда когда вы приходите к четверке педакли когда ничего не происходит да когда вы уже чувствуете что я уже как будто бы держусь за это место и не развиваюсь вот тогда вам и нужно внутри себя научиться преодолевать этот барьер это ваш внутренний барьер того что не я не развиваюсь я не не двигаюсь это вот то что вас не удовлетворяет на работе до что там нету развития так вот я еще раз повторюсь скажу что развитие должно быть внутренне как только внутри вас пройдет этот прорыв вы увидите это развитие во мне то есть это может быть не не высоту да по карьерной резнице это может быть в ширину да то есть может вас перевести в другой отдел может быть на какой-то другой филиал да на том же уровне ну то есть развитие она будет в ширину как вариант либо вам будет предлагать другие проекты на том же самом месте на котором вы находитесь то что сейчас у вас 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 не устраивает на текущем месте работы вот эта вот стабильность да что все ну как-то вот остановилась ничего не развивается это как раз и показатель вашего внутреннего состояния так мышка отмечу потому что вопросов много и я могу запутаться поэтому вас не устраивает что ничего не развивается что еще вас не устраивает ну вот рыцарь мечей до вас не устраивает ну во первых понятно да что нету движения причем нету скоростного да опять таки вторит королю мечей нету развития движения именно интеллектуального с одной стороны а с другой стороны вас раздражает здесь ваше окружение ваши коллеги и безусловно это раздражение она связана с тем что внутри то нету спокойствие поэтому вы срываетесь и рыцарь мечей это такой бескомпромиссный человек да есть только одна правда это моя здесь вот как раз таки четверка педакли она и показывает вам ваши внутренние границы когда вы не принимаете по рыцарю мечей ну другие точки зрения да вот понимаете четверка педакли это когда мы держимся за свои былые успехи то есть когда-то возможно мы развивались когда-то что-то мы получили какие-то успехи и вот мы за них удержать и мы дальше мы сами дальше не идем в рост одну допустим условно говоря выучили таблицу умножения и мне дальше математика не нужно то есть там алгебра геометрия такометрия да вот в этом формате мы туда дальше не идем зачем я уже этим владею кто молодец я молодец то есть я однажды что-то чего-то достиг и дальше я сам не развиваюсь и поэтому когда кто-то приходит и говорит нам что-то другое говорит он для того чтобы мы через вот другую точку зрения до перестали держаться за свое собственное мнение я не говорю что мы принимали чужую точку зрения нет а просто позволили ей тоже быть а рыцарь мечей он бескомпромиссный он говорит нет либо так как я сказал либо вообще никогда он рубит он очень жесткий он очень конфликтный и вот здесь конфликта чего происходит трение чего происходит от того что причем по рыцарю мечей конфликты они высвобождающие да то есть когда человек говорит правду но она болезненная правда но благодаря этому да вот один накричал другой накричал поругались а потом вот вроде бы как будто бы легче стало до такой очищающий конфликт но не для того чтобы потом опять повторилось то же самое а для того чтобы мы пересмотрели это все-таки мечи это ум интеллект свои свои взгляды да то есть как мы можем поменять свои взгляды только через других людей которые нам это отражают дальше как я вообще выбираю профессию либо работу по каким критериям вы ее выбираете шестерка же слов я хочу с одной стороны быть победителем триумфом а с другой стороны это опять-таки движение то есть я выбираю по при по критерию того что вот там должно быть движение причем смотрите как интересно я хочу везде чтобы в работе было движение чтобы был прогресс да но с другой стороны если ты так выбираешь почему сейчас у тебя в работе четверка да почему сейчас стагнация почему сейчас нету никакого развития изначально ты выбираешь работу там где есть движение и вот здесь вот как раз таки вот это вот противоречивость да то есть там где у нас в убеждениях есть противоречивость то есть одно я хочу другое получаю там вот показывается всегда корень нашей проблемы да то есть вот там находится всегда иллюзия вот это вот несостыковка одно хочу другое получаю она показывает то что где-то в своей голове какие-то наши убеждения как бы так сказать нужно изменить вот так скажу проще на не буду уходить глубоко поэтому критерий по которому вы выбираете это знаете еще и ваше внутреннее здесь очень много моментов и бессознательных то есть сознательно это мое признание сознательно это мое движение это победа это триумф это самоутверждение на работе каким-то образом да что вот ну мою работу признавали бы для вас вот это вот важно а с другой стороны сразу могу сказать что здесь бессознательные сценарии да то есть когда мы нуждаемся в чьей-то в чем-то признание да здесь вот бессознательные сценарии как раз таки по отношению к себе да а действительно ли я так хорош на а действительно во первых вам не хватает внимания да это детские сценарии вы их можете не осознавать если вы работали осознаете если не работали то можете и не понимать то есть когда человек хочет быть победителем он хочет быть на виду у всех но для чего он хочет для того чтобы его заметили для того чтобы признали его какие-то вот ну сильные качества может быть способности да его вообще проще говоря наше эго да чтобы оно было признанным и вот здесь вот вопрос эгоизма он проскальзывает ну пускай не напрямую да но косвенно он все равно проходит то есть в детстве может быть вы были таким тоже человеком который всегда был на передовой важно было получить подтверждение здесь также может проходить синдром самозванца да то есть одной стороны я боюсь быть у меня есть способности я к этому стремлюсь но с другой стороны здесь вот какой-то вот болезненный опыт у вас идет именно со школы не с детства именно со школы когда знаете вот вас высмеивали вы вроде бы хотите быть первым лучшим я не знаю может быть вас учитель спросила вы знали но когда вы знаете учитель был такой какой-то небо учительницы благ такая знаете вот холодная надменная и вот у вас было то есть ощущение того что вот вас вызвали да либо на месте что-то спросили вы знали ответ но вы не смогли его сказать потому что вот как этот как будто вас заморозил да то есть как рыба открываю рот а сказать ничего не могу и вот все смеются и вот здесь вот с одной стороны да у меня есть потребность проявляться у меня есть потребность быть на виду мне эти способности есть лидерские качества и движения вперед вести за собой людей есть у вас эти качества а с другой стороны здесь проходит то что вот есть вот этот вот страх критики и страх осуждения страх быть высмеянными да что вот меня высмеют что еще по каким критериям вы выбираете работу король кубков знаете состояние души вот состояние вашей души по королю кубков и шестерки жезлов да это быть победителем для себя в первую очередь вот здесь вот знаете вот в чем сложность то люди могут вас и признавать да и начальники могут признавать ваши таланты ваши способности ваши заслуги но вы внутри не признаете понимаете вот здесь вот может быть тоже такое то есть вас то признают вас оценивают а вы не принимаете это вам кажется что вот они вас обманывают как-то по каким еще критериям вы выбираете работу по королю кубков здесь ваше психическое состояние вот изначально поэтому двойка кубков и выпало потому что ваш внутренний настрой он вам важен вам также знаете важна работа творческая творческая не в плане пис написания картин нет а творчество где вы можете проявить как-то свою инициативу в своем каком-то неординарном подходе до творчества именно в каком-то движении да то есть показать не такой путь как вот повести людей за собой не так как идут другие да вот именно соединение каких-то тонких состояние души с более активными вот прям точно что как сигнификатор по двойке кубков да когда активное соединяется с пассивным одновременно это прям вот такой знаете очень высокий на самом деле пилотаж когда ты движешься в своем бездвижье я сейчас не буду вдаваться в сакральную геометрию можете поискать в интернете о чем здесь речь но вот неподвижное движение да это близко тоже такое практикует но если вообще простым языком сказать это когда не знаю на вас как будто бы должно сходить какое-то вот не знаю осенить во что-то да вот какой-то inside должен произойти то есть здесь у вас на работу которую выбираете она должна совмещать именно вот психологию каким-то образом как вам это то объяснить вот сложность в моем способе трактовки арканов заключается в том что я ощущаю энергию и вот эту вот энергию у нее нету форму не нету цвет у нее нету картинок и не надо это все облачить в понятный как-то вам язык и мне приходится придумывать какие-то метафоры какие-то ситуации чтобы вам было хоть более менее понятно что я проживаю да то есть о чем здесь речь идет потому что информация она бесформенная приходит вот она приходит в виде состояния здесь состояние такое когда ты приходишь к психологу начинаешь с ним разговаривать беседуешь и в процессе беседы происходит какое-то вот высвобождение до облегчение и тебя это воодушевляет и ты начинаешь окрыляет ты начинаешь верить в себя и на этой энергии ты движешься вперед вот это вот на такой энергии вот по такому критерию именно по состоянию души вы выбираете для себя профессию да то есть профессия она меня воодушевляет или нет то есть она меня эмоционально наполняет или нет даст ли она мне продвижение даст ли мне какой-то прогресс здесь как-то так что именно вы ищете давайте посмотрим что же вы ищете но вы ищете короля жезлов с одной стороны вы ищете как раз таки развитие здесь знаете что фишка в чем фишка заключается в том что вы ищете работу которой бы вас продвигала духовно да то есть работа которая бы вам помогала понимать вот законы мироздания понимать вот какую-то глубину вы ищете условно говоря в каких-то моментах вот работу будущего да то есть например там как она говорит в войти технологии да там где будут всякие вот эти вот 3d вот эти вот очки виртуальны то есть вы ищете у вас кого-то бы энергия до водолея проходит когда вы вот на еще раз возвращаясь королю мечей это ваш сигнификатор когда вы не на 100 лет но как минимум лет на 20 вперед идете своего времени и поэтому здесь вот вам очень некомфортно там но я не знаю то что я говорила быть секретарем там где-то на заводе работы вы для вас это слишком примитивно здесь ощущение того что у вас есть некий потенциал причем вы очень умны и вам хочется работу где вот можно раскрыть свои мозги да вот где можно включать например профессия как к называется счет трабл как-то так вот я уже точно не помню но задача заключается в том что как кризисные менеджер да чтобы вам было понятно вот такая вот какие-то единичные работы когда есть некая сложная ситуация и нужно приложить все свои способности включить свои мозги интуиции все над что вы способны для того чтобы решить очень глобальную серьезную задачу вот этого для вас был бы знаете с одной стороны какой-то и стрим с другой стороны стресс но этот стресс он такой не включает вот ваши мозги ваше творчество и вы ну вот здесь с одной стороны на износ как будто бы вы работали а с другой стороны вы получали внутреннее удовлетворение почему потому что вы смогли решить не знаю как инштейн там какую-то очень сложную задачу то есть вы не идете легким путем вы не идете простым путем вы хотите всегда чего-то большего здесь ощущение того что найти в какой-то степени адреналин адра адреналина зависимые в голове не в действии да там я не знаю что-то пойти в этот лунопарк на какие-то аттракционы да там поднимается наверх вот резко падает либо еще что-то нет а здесь именно адреналин ваших мозгах когда вы доводите вот прям на что способна смогу ли вы какие-то головоломки да вот лабиринты в голове вот это вот все решать вот что вам важно вы ищете с другой стороны вы ищете позитив вы ищете духовно развитых людей вы ищете сильные личности огненные подвижные люди интересные люди которые на все смотрят открытыми глазами им все любопытно это люди вот энерджайзер они постоянно находятся в каком-то движении вам нужно такое окружение и вы на таких людей равняетесь вам нужна энергия позитива вам нужно постоянно движение проще говоря вам нужна стихия огня она вам просто необходимо на данный момент по крайней мере то что мы разбираем какие давайте посмотрим потребности неосознанные вы хотите покрыть то есть вот всем этим да какие потребности вы хотите покрыть сила вот вот в чем причина ваша внутренняя потребность вы хотите чувствовать себя сильнее и причем силу вы получаете когда вы преодолеваете то что вы ищете да по шестерке жезлов это вы преодолеваете сами себя вот это ваша потребность не зря я вам сказала в профессии да вот как-то доводите себя прям вот до предела вам нужна сила и вот за этой силой вы прям знаете там где нужна дисциплина с одной стороны но с другой стороны когда вывод ну это как в армии например да марш-бросок это одевается и вот бегут там этот марафон до 20 километров 21 марафон 22 кабин уже сил нету да и вот тогда что-то открывается внутреннее дыхание и ты ощущаешь что я молодец у меня это получит когда вы преодолеваете сами себя вот вам необходимо преодолевать все время да здесь я сразу могу сказать что такое ощущение можете получать когда у вас есть внутренние страхи очень сильные и когда вы их преодолеваете вы получаете ту же самую дозу вот счастье какого-то до серотонина что ли здесь как какие-то вот гормоны прям ну вот кайфа кайфа от того что вы преодолеваете на не знаю это очень похоже на то что если вы боитесь высоту когда например прыгаете с парашюта я боюсь но вот я это делаю и вот мне это хорошо и вот это вот вот абсурдность до того что он ты же боишься зачем ты это делаешь да не дело нет я это хочу я это преодолею вот вам все время нужен такой знаете риск но умеренный да вы не тот человек который будете рисковать прям вот на сто процентов нет если вы не уверены в этом вы не будете рискать такой-то знаете умеренный риск но для вас это вот будет большой большой шаг для чего вам сила но для чего вам сила ну вот аркан луны для чего для того чтобы преодолевать свои страхи вот это вот ваша главная потребность поэтому это да и это для вас является на самом деле скажите скажу неосознанным критерием выбора вашей работы то есть вам нужно идти туда куда вы боитесь поэтому вас постоянное движение поэтому вы на одном месте не можете потому что не хватает то есть если вы в личной жизни там либо еще в каких-то сферах не покрываете эту потребность она у вас выходит в на работе на то есть преодоление страхов преодоление страха вот это вот ваша потребность прям вот необходимое еще глубже копать не буду потому что я даже уже не знаю сколько там по времени но можно было бы покопать что здесь за страх прямо такой большой скрывается на какие способности умения и вы опираетесь при выборе профессии на какие способности аркан мира вот вы опираетесь на то что поможет вам расширить ваши как раз ки сознание то что мы говорили да то есть есть преодоление внутренние а есть внешние да вот здесь вот как раз ки по аркану мира вы опираетесь на коммуникацию вы опираетесь на новые какие-то возможности да то есть то что расширит ваше сознание то что поможет вам увидеть новые места возможно как путешествия вот здесь люди могут знать несколько языков да вот как переводчики могут быть здесь могут быть как миротворцы как 30 третейские судьи как дипломаты вот на такие качества вы опираетесь какие-то вот духовные проповедники но не те которые на одном месте находится а те которые вот ходят с одного места на другое встречается знаете в разных комьюнити ходят говорят им рассказываю да может быть с подростками работают зависимостями потом еще то есть у которых нет одного какого-то локальной точки их работой вот они постоянно находятся вот каких-то движений путешествия где-то что-то рассказывает ходят пропагандирует на какие еще способности по аркану мира вот здесь все что связано с масштабами здесь все что вне рамок со мной стороны с другой стороны соединением миром здесь очень высоко нравственный аркан но никак по аэрофанту там вот прям духовность прям морали нет здесь вот именно такая легкая достаточно энергии до когда вы ощущаете единение с природой когда вы понимаете что я часть чего-то большего знаете вот как будто бы член какого-то я не знаю какой-то организации причем большой до либо состоите ну вот часть какого-то эгрегора вот какие-то такие здесь масштабы на какие еще вы опираете что было понятно ну вот аркан повешенного да на какие качества на то что помогает вам смотреть на вещи иначе вот понимаете все крутится вокруг того что вы ищете да вы ищете что-то необычное вы ищете это как иди туда не знаю куда принеси то не знаю что поэтому у нас такой расклад и называется то есть вы сами для себя понять не можете что именно что конкретно вы ищете ну вы ищете то что необычное то что вне рамок то что не подходит ну например если мы работаем парикмахером вы будете выбирать это то направление где там есть колористика но не такая обычная да там амелирование как красиво гармонично а именно вот знаете разноцветные какие-то цвета там красные зеленые но то что не совсем не обычно либо там я не знаю дреды и что то вот такое да то есть не как у всех вот это вот для вас важно да по-другому смотреть на по-другому это вот прям ваша внутренняя такая потребность с одной стороны копать то чего нету а с другой стороны увидеть ну то есть допустим вот я смотрю это для меня колода а кто-то может посмотреть нет это книга жизни да понимаете о чем я говорю с одной стороны это ну примерно одно и то же но люди увидят то что есть да то эта колода нет эта книга жизни безусловно метафорично да не напрямую а косвенно вот но вам важно это увидеть прям смотреть на вещи по-другому вот это вот ваша внутренняя потребность вы на это опираетесь а на какие нужно а нужно опираться касательно ответственность вот смотрите вы про высоту про духовность про нечто необычное и рациональное а вам говорят на десятку же слов вам говорят о земных вещах вам говорят об обыденных об ответственности то что у нас выпадал и император то есть безусловно знаете вот хочется сказать как хобби вы можете выбрать для себя какую-то профессию здесь такое ощущение что должно быть два направления один вектор то что вас кормит да а другое это вот как хобби которая вот кормит вашу душу одно ваше тело а другое вашу душу и в конечном итоге вот параллельно параллельно как-то выровнять эти два направления таким образом чтобы в дальнейшем можно было на хобби зарабатывать но они не самого начала вот я выбрала себе хобби я на этом хобби буду зарабатывать нет из этого ничего не получится сразу потому что вашем случае нужно время поэтому здесь ответственность да вам нужно опираться ответственность на то вот прям хочется сказать каким ваши обязанности будут на работе да вот прям конкретно что вы должны будете сделать вам нужно опираться на вот на подписание хоть по десятки жезлов это не показывает вот именно прямо на описание какие-то подписания документов то что вы подписываете что будет входить ваша обязанность потому что вы такое ощущение что вы человек но вот как фрилансер понимаете то есть даже если вы и соотноситесь какой-то компании да вот вам важно чтобы вы все равно были в какой-то дисциплине понимаете в как каким-то в каких-то рамках это очень важно для вас потому что вы улетаете вы вот прям ну настолько свободный человек здесь такое ощущение что это ваши замашки до никого такого миллионера у которого есть пассивный доход до безусловно чем-то там занимается для себя в как-то в бизнесе но при этом они парятся что вот у него завтра нечего будет есть потому что у него есть пассивный доход у вас замашки вот такого человека до что вот она как будто бы там капает а я буду заниматься я буду там творить я буду улетать я в голове в своих не фантазии это не фантазия это вот необходимость вашего очень сложно устроенного мозга да я хочу что-то что-то чего нету это знаете люди которые вот придумывают вот они как их называют не экспериментаторы хотя здесь экспериментаторы тоже могут быть а вот какие-то конструкторы да это те люди которые придумали например ракету для того чтобы летать в космос вот знаете вот как илон маск вот вот вас глава ваш мозг он такой вам нужно более земные вещи вам нужно обращать внимание на ответственность вам нужно обращать внимание на то что изначально кто вопрос то звучал на какие способности нужно опираться изначально в вас очень такой беспокойный ум его двойка педакли она говорит о какой-то суматохе а какой-то вот машины возьми то есть вам нужно успокаивать как-то свою голову до находиться в гармонии находиться в балансе вот как ни крути не верти вы хотите одного а карты показывает на то что у 30 педакли да что должно быть что-то такое рутинное постоянное спокойное размеренное то есть вас заземляет вам нужно опираться на именно на землю вам нужно напираться на стабильность а вы огонь понимаете огонь и земля это это разные вещи да огонь это движение земля это что-то такое более статичное это более спокойная холодная противоположность как раз таки огню вам на нужно опираться на такие качества как терпение как выносливость это вот я прям говорю и я слышу что внутри вас там многие такие пит о чем ты говоришь это вообще не про меня про медлительность проразмеренность а вот на эти качества нужно опираться поэтому у вас на работе у вас посмотрите у вас такая работа и есть на самом деле то от чего вы убежите потому что на эти качества нужно опираться вы больше в мечтах но условно вам нужно еще расскажу вы не фантазер вы просто творческая личность а вам нужно на на более такие вот земные земные моменты опираться хорошо на что нужно посмотреть или обратить внимание при выборе профессии на семерку пендагли на ожидании это с чем связано здесь обратить внимание при выборе я не понимаю здесь ждать чем связано что обратить внимание сейчас две секунды потому что у меня не совсем понятная энергия здесь здесь у меня знаете я не могу прочитать карты потому что у меня интуитивно идет другая информация и и я с одной стороны стараюсь обдумать а мне другое идет мне идет здесь то что вам нужно обращать внимание на какие-то вот законы здесь дано то чтобы это все было на что нужно обратить внимание чтобы работа ваша она была какая-то знаете вот законная с одной стороны чтобы все было по справедливости тоже такое ощущение что ты иногда вас втягивает в какую-то авантюру вас прям тянет туда не это может быть наказуемо то есть ощущение того что вот прям обращайте внимание на последствия вашего выбора то есть заранее как будто бы обращайте внимание на перспективу как-то на будущее что вам даст эта работа почему потому что здесь как-то вот с временем связано вы здесь как будто бы понимаете вы изначально здесь у меня идет такое ощущение что изначально когда вы выбираете работу вы четко чувствуете уже на первом допустим собеседование что в будущем это будет не моя работа то есть такое ощущение что вы как будто бы изначально уже знаете надо вам туда или нет вы как будто бы не прислушиваетесь к себе вы говорите нет у меня есть потребности я пойду на эту работу хотя сами четко понимаете что нет ну вот это не мое да мне туда вообще не надо как будто сами себе на горло наступаете нужно обращать внимание на вашу интуицию что вам интуиция говорит и закрываться 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 от чего чего вам здесь закрываться надо закрываться от того что уже знаете вот не входить в какие-то повторные сценарии вы как будто бы проживаете одно и тот же какой-то сценарий вот который вы уже его ну проработали да а вы почему-то опять туда идете то есть вот непонятно то есть то что уже было в прошлом вы как будто бы возвращаетесь к этому здесь вот ощущение того что вот вам надо закрываться как-то от прошлого не идите в это прошлого как-то что-то с прошлым связано какое белое пятно при выборе профессии у вас есть то есть что вы не видите так десятка мечей какое-то завершение вот я говорю вот то что здесь сказала завершение чего какого-то своего мастерства связанные с чем с легкостью вот здесь вы как будто бы не видите легких путей в реализации своих каких-то талантов способностей вы выбираете то что я уже сказала ранее да вы как будто бы выбираете самые сложные пути для чего вы это делаете это вас вам приносит удовольствие ну конечно же здесь карта победителя да то есть я выбрал самый трудный путь я бросил себе вызов и я с ним справился кто молодец я молодец вам это приносит удовлетворение вы не видите да вы не видите легких до легких путей а нужно вам давайте вот так спрошу а нужно ли вам выбирать легкий путь но вам страшно понимаете для вас это будет урок такой да вот выбрать там где все легко ну то есть где сразу четко прозрачно понятно как все будет без каких-либо подводных камней и вот попробуйте попробуйте раз до выбрать себя то что изначально легко хотя вам это вот будет сложно очень потому что вы все равно будете как-то насторожены на чего вы там боитесь в этой легкости что это не принесет денег что вот здесь у вас сразу убеждение финансовое пошло до что вот просто так ничего не дается что деньги легким путем не бы не получаются что все нужно заслуживать просто так не дарится если себя кого-то бы ограничиваете в том что просто так работу найти нельзя просто так получить большую сумму денег зарплаты нельзя здесь вот какие-то вот запреты по поводу денег с чем еще какое здесь убеждение вот по поводу денег как раз таки королева пендакли по поводу расширения по поводу при умножении увеличения этих денег да то есть здесь какие-то у вас может быть прошлом были опыты кризиса по поводу денег на связь какие-то вот утраты потери да когда вас лишали как-то финансов поэтому либо вот материнские по линии матери да нет мама какие-то переняли негативные установки насчет денег здесь еще на это такое ощущение что я сама себе должна заботиться либо я сама себе должен заботиться здесь тоже такое есть то есть за меня никто не нету такого человека кто бы за меня заботиться все я не заслужил то есть здесь вот связано как с заботой я должен сам либо должна сама за себя по беспокоиться позаботиться дальше что хочет ваш разум ну-ка посмотрим десятки педагли миллиона до хочет вас разум который говорит что ну блин я хочу все и сразу я хочу семью я хочу и деньги я хочу и очаг и удовлетворение вот красное вино вечером у очага и комфорт и уют и спокойно и удобство я хочу все до разум говорит я хочу все плюс ко всему ту скобков плюс ко всему я хочу еще и любой да то есть вот именно семью то есть я хочу и денег и семью и счастье и здоровье в общем я хочу все и сразу вы правильно на то он и разум хорошо а что хочет ваше сердце а сердце хочет верховная жрица а сердце хочет тайны сердце хочет спокойствие сердце хочет знаний что-то такое мистическое сакральное знаете тишины какой-то вот сердце хочет тишины а еще сердце хочет мистики магии вот куда-то туда вляпаться почему именно вляпаться то есть пойти туда куда где неизвестно да где вот что-то такое вот скрытое потаенное ночью что-то такое хочет ваше сердце эмоциональное и финансовое удовлетворение и разочарование от вашего выбора вообще то как вы делаете посмотрим сначала эмоционально будет удовлетворение либо разочарование от вашего выбора ну скорее всего больше разочарование потому что девятка жезлов она говорит о том что я закрываюсь я истощен энергетически у меня нету сил двигаться я не хочу то есть вы от своего выбора не получаете не эмоционального удовлетворения и четверка мечей конечно же не финансово то есть вы не удовлетворены своим собственным выбором так как вы его делаете вы устали бороться вы психические и психологические измотанные уставшие побиты жизнью и вашим собственным выбором и вы уже не знаете как выбирать то есть так выбираю не так и лет но здесь понимаетесь не то что выбираете все время разные вещи вы как будто бы выбираете всегда в одном направлении на вот мы говорили может быть профессии то вы бы разные выбираете формат того как вы делаете выбор если вы отмотаете назад и послушаете по каким критериям вы это делаете вас происходит одно и то же а финансовое да ну здесь мы сказали но еще раз я уточню финансовое удовлетворение получаете но по рыцарю жезлов я бы сказала что оно такое знаете перманентное до говорится временное то есть как вспышками порадовалась вас даже деньги не радует потому что вопрос то не в деньгах вопрос вашем внутреннем состоянии вопрос получить удовлетворение именно психологическое они финансовые вы не гонитесь за деньгами вам не деньги нужны как таковые а вам нужна ваша внутренняя потребность сила мне нужна сила сила это вот дополнительная энергия для того чтобы прорабатывать свои страхи для того чтобы двигаться дальше вы как будто бы знаете как-то вот интуитивно я хочу ощутить свободу вот эту свободу да вы ее хотите безусловно но что вы будете с делать для чего вам свобода здесь вот про это нужно подумать ну и последний очень важный главный вопрос почему вы быстро перегораете давайте посмотрим это осталось карта не осталось значит вы тащи почему вы перегораете королева жезлов почему потому что вы не стали вот именно королева жезлов бизнес-леди потому что у вас нету вы не получили подтверждение этого вы не получили подтверждение того что вы вот такой знаете независимый человек который идет в своем пути в своим путем да вот здесь нет ощущения что вот я иду своей дорога вы это не не ощущаете как будто у вас нету будущего до сказала нету будущего выпадает аркан смерти быстро выгораете потому что здесь как будто бы вам в голове нужно изменить вот модель да то что вот я все про это ранее говорила то как вы мыслите здесь вот старое оно должно завершиться что должно родиться тройка педакли вот как-то вам надо медленно выстраивать на земном плане да не вот в голове как-то вот мои мысли мои скакуны вот это точно про вас а более стабильно более заземленно последовательно то есть то что в принципе я сама начала и начинала когда говорила про перевернутый аркан мира вам нужно начать с того чтобы определиться кто вы есть ваши собственные ценности потому что вы здесь пока вы не поймете себя вы не сможете найти свое место а когда вы поймете себя вы поймете что в любом месте где бы вы не ходили какой бы вы профессии не занимались вы будете получать удовлетворение то что я говорил и ранее вы можете даже и почтальоном работать но вы будете кайфовать от здесь от любой работы потому что вы привносите себя в работу это не работа в вас входит это вы идете в работу а вы когда идете в работу здесь по шпиндакли здесь ваша ценность вы перегорать потому что вы не знаете свою собственную ценность потому что у вас есть всегда вот это вот желание что-то узнавать новое на чему-то учиться новому ко всему присматриваться во всем видеть какие-то новые возможности новые шансы но основная причина это вот именно не понимание себя кто я что значит не понимание себя не понимание своих собственных желаний опять-таки это не нужно написать список желания хочу это это осмотреть что за этим скрывается вот я хоть то что мы говорили бессознательные сценарии да то что вот мы говорили о потребностях вот здесь нужно понимать себя за собой нужно наблюдать как вы циклично периодично поступаете в каких-то отношений например как вы выстраиваете отношения неважно с партнером с на работе с друзьями с близкими как вы выстраиваете все свои отношения что вы делаете у нас во всем есть некая такая цикличность мы все думаем и действуем по какому-то своему собственному сценарию когда вы начинаете понимать мотивы своих собственных действий вот это и называется я начинаю понимать себя есть когда вы не просто едите а вот вас потянуло на сладко вы сидите думаете а почему ну ясное дело допустим если женщина да и вот критично не наступает есть сладко это вы это наблюдаете на либо например открывается аппетит у большинства женщин за неделю до критичных дней всегда вот аппетит появляется вы можете это понять да и вы можете уже с этим как-то справляться то есть не винить себя почему вот я ем бесконечно потому что вы понимаете себя как вы устроены вы говорите окей после того как закончится критичные дни я могу как-то выровнять до проконтролировать свое питание и вот таким образом да вы регулируете это у вас уже понимание появляется понимание как надо правильно питаться ну условно говоря точно так же вы себя разбираете по полочкам абсолютно во всех сферах то что мы сейчас посмотрели да что вам нужно какие у вас потребности есть победить так ищите откуда у меня появляется вот этого желания потребность необходимость быть победителем по необходимость что-то придумывать как-то новое так ищите себе профессии такие ну например дизайнер да это тот который что-то придумывает придумайте необычные одежды сколько есть дизайнеров например в моде до который смотришь на эти показы моды и думаешь боже как это одеть в каждой гневной своей жизни так здесь не в этом то сути а здесь то что этот человек придумал да и он это материализовал он это реализовал но он понимает что у меня это направление да я что-то хочу создавать свое определитесь понаблюдайте за собой посмотрите как вы себя ведете вот это и есть как раз таки понимание себя ценности себя насколько я то есть поработайте над собой и тогда когда вы будете создавать какие-то продукты вы будете осознавать с какой трудностью они вам доставались и тогда вы будете уже придумать достаточно объективную для вас цену стоит цену стоимость за ваши услуги то есть вам уже не стыдно будет скажет там я не знаю моя консультация стоит три тысячи пять тысяч десять тысяч да почему потому что я столько вложился я столько выучил я столько умею да и мне не стыдно не то чтобы обесценивать а я не уверен в себе я обесцениваю ну давайте за хотя бы за 500 рублей я вам сделаю расклад но это я вам пример привожу да нет почему почему я буду себя допустим ну вот к примеру обесценивать когда я прочитала кучу книг да кое-что ну на курсы и тренинги я не хожу да но сколько у меня ушло денег например на обучение магии так далее так далее вообще на кучу книг и всего того что я изучаю сколько я времени потратила сколько сил ясное дело что свои услуги там за две тысячи за там я не знаю за три тысячи или сколько там мне уже не комильфоу предлагает потому что я знаю себе цену но это пример я вам привожу да о том что я говорю и вот этот краски показатель ценности насколько ты начинаешь ценить себя уважает себя настолько ты проще заявляешь о себе в мире вот вот такой был сегодня расклад я жду ваших комментариев еще расскажу что нам не столь важно чтобы весь расклад от из вас и может быть отдельный какой-то вопрос у вас откликнулся важно чтобы вы услышали чтобы вы поняли что-то для себя если вас зацепили какие-то слова какие-то размышления мысли идите за этими мыслями посмотрите где корень почему вы об этом стали думать так мы начинаем разбираться в себе да какие триггеры какие слова вас цепляют это не просто взял сел послушал такой расклад ноги до совпало ну может быть по плакать может быть там есть на порадовался может быть получил какое-то подтверждение задача не в этом а задача в том чтобы понять а что именно я понял из этого расклада да что и самое главное что я буду делать это главный вопрос потому что в голове мы все все умные мы все понимаем и все знаем а как мы эти знания можем применять на практике насколько как говорил мой учитель насколько это можно использовать на кухне то есть понимать как устроена там вселенная либо я не знаю закон протяжения ты это на кухне не используешь ты это съесть не можешь поэтому насколько это все тебе будет полезно в твоей каждодневной жизни потому что мы загружаем себя очень много информации и порой это лишнее то есть там тает снега на севере или не тает ну окей узнал я и что как я это могу применить не как а вот узнать как применить например сделать там вкусный обед ну это утрированно да то есть я не говорю чтобы мы прям только бы к тобой жизни я имею ввиду как вы за своей жизни там узнали как стать счастливыми начинайте это делать получается быть счастливым значит это классные знания значит они вам нужны не получается грош цена этим знанием потому что вы счастливее не стали и забили себе голову и свой ментальный план не нужны вам информации я об этом прощаюсь вами до следующего расклада мне кажется следующий расклад он тоже будет интересный это мое субъективное мнение мы будем рассматривать с каким багажом вы пришли из прошлых воплощений касательно вашей профессиональной сферы я не знаю как этот расклад буду называть но смысл будет заключаться в этом с какими способностями вы пришли то есть ну чем вы занимались на прошлой жизни и как вы эти способности перенесли в эту жизнь это в контексте того что многие пишут о том что в удар там есть какой-то дар дар это хорошо наработанные из прошлых воплощения ваши способности дар вам просто никто так бесплатно ничего не дал это ваши наработки ну в следующем раскладе вступления я это эту идею поясню вам подробнее а я с вами прощаюсь высказал все пока пока